Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на нашем канале. С вами, как всегда, Александр Сударев, и сегодня мы поговорим на очень важную тему. В студии Дмитрий Александрович Дуйнов. И, собственно, давайте перейдем к вопросу. На прошлой передаче «Экспертное время» очень активно обсуждался момент того, что в Sowelmash идет разработка 46 окров. Вот, собственно, наши комментаторы, зрители интересующиеся и все неравнодушные спрашивают, а не слишком ли мы много взяли? Очень большая цифра. Очень не похоже, что она сходится с реальностью. Опять же, его невозможно. Вот русская культура, что такое русский? И кто такой русский? Ну, русский, наверное, это состояние души. И русская культура, она включает в себя не только литературное произведение, но еще и народное творчество. Кстати, старшее поколение знает, что когда генеральным секретарем был Леонид Ильич Брежнев, в Комитете государственной безопасности существовал отдел, как говорили, который сочинял анекдоты про него. Потому что Леонид Ильич очень любил анекдоты про себя и каждое утро. Ну, что там эти самые, в докладной записке есть какой-нибудь новенький анекдот? Ну, а тут, как тут без анекдот обойтись, я даже не знаю. Это есть картина «Охотники на привале». Как всегда, байки травят. Ну, и тут, охотники с рыбаками собрались. Один говорит, я вот так подвезло. Медведя завалил. Ну, что? Говорит, да шкуру снял, а под ней другая шкура. Еще снимай, еще шкуру. Ну, и что ты? Ну, жене, теща, сшил там, дочке там шубы пошил. Второй говорит, ну, все. Бывает. Второй говорит, а вот я щуку поймал. Говорит, да еще. Говорит. А у нее внутри сон. Говорит, вытаскивай, распотрошил. А у них зубы золотые. Теща зубы встала. Себе встала, жене встала. Ну, бывает. Один посмотрел, посмотрел. Говорит, а я вот как-то закинул, блеснул. Тянул, бах, канделябр. Вытаскивай, там и свечи горят. А я говорю, слышишь, я, конечно, одну шубу откину, но ты канделябр погаси. Смысл глубокий. Ну, наверное, так и нас подозревают в чем-то неправедном, да? Дмитрий Александрович, а может быть, стоит изначально разобраться с тем, что же такое окр? Потому что, возможно, большая цифра вызывает некоторые сомнения от недопонимания сути процесса. Да, суть процесса очень простая. Это точно так же, как с девушкой ознакомишься, первое свидание, шоколадки, цветы, ужин романтический, но потом все остальное. Так вот, если сравнивать, значит, получается, что вот все до остального, это НИР, научно-исследовательская работа, НИР. А дальше идет ОКР, опытно-конструкторская работа. Более уже конкретный, по-сказому. Созидательному процессу ближе, да. А чем он закончится, зависит от... Ну, от чего зависит, мы все с вами понимаем, вроде бы как, да? Но в результате должен еще ребенок родиться, продукты. А в результате НИРа, вдохновения, не более того, и намерения. Точно так же и здесь, когда появляется идея, появляется какой-то проект, ну, как его стали выражаться на этом, как их, английском языку, ку-ку, старт-ап. Ну, что такое ап, это верно, да? Старт, это начало. Вообще, переводится, мне понравилось, когда перезагрузка, кнопку притащили, они на английском было, на английском написано перегрузка, они там кнопку давили. Поэтому однозначно не переведешь, поэтому лучше давайте по-русски, не старта, а поначалу. Вот первая стадия – это НИР, научно-исследовательская работа. Научно-исследовательская работа заканчивается построением опытного образца, либо проверкой идей на состоятельность. Рабочая, нерабочая идея, и материализуется объект, вот идея превращается в нечто более сезаймое, на котором можно посчитать экономику. Что, как будет, будет ли она давать тот эффект, который от него ожидает? Позволяет ли она получить тот результат, который задумался и так далее? Мы всю эту работу проделали, и результатом этой работы стали те же самые лицензионные договоры, которые заключены были с обмотчиками, это сотни тысяч модернизированных машин, которые подтвердили работоспособность технологий. Это был первый этап. То есть фактически в нашем случае НИР оказался довольно объемным и весьма осязаемым? Ну он даже в какой-то степени, ну окром его назвать было нельзя, потому что конструкция двигателя была уже отработана, там только проверяли схемы, где одни обмотки заменялись на другие. Вот это был НИР, там пересчитывались. Но другая работа по оптимизации параметров всех не производилась. Она производится в рамках опытно-конструкторских работ. И поэтому задача, задача СОВЛМАШ, это как раз опытно-конструкторские работы. Уже это не технический, это не эскизный проект, это уже документация идет с другой литерой. О, на выходе почему? Потому что готовится серийное производство, и его один. Потому что после того, как мы поставим промышленную технологию, она будет, установочная партия выпущена, вот тогда документация будет присвоена литера. О, один, это уже серийное производство, это уже даже не ОКР, это уже серия. Это уже серийное производство. Это будет следующий этап. А СОВЛМАШ должен вот от НИРа, от научно-исследовательской работ, от конфетно-букетного периода мы должны перейти к более теплым отношениям, собственно говоря, да, к промышленному производству. Вот этот этап как раз и должна выполнять команда СОВЛМАШ. А для этого ей нужна определенная база. Я не говорю там стол, скатерть, посуда и товарищ, официант. Нет, конечно. Но, тем не менее, определенный антураж, оборудование и все необходимое должно присутствовать. И без него этого не сделаешь. Абсолютно ничего не сделаешь. Потому что без технической базы это провести невозможно. И вот вопрос, почему такой объем? Потому что эта работа и вообще это все направление наше, оно достаточно специфичное. Тут без расследования, без следствия не обойдешься. Но говорим ли правду или нет? Легко определить. Мы с вами обсуждали только что, да? Какая ситуация, как раньше допросы велись, когда не было полиграфов. Значит, того, у кого подозревают, допрашивают. Ему в лицо направляли свет, задавали вопросы. И смотрели на реакцию зрачка. Как он реагировал. И по реакции зрачка, когда попадали точно, ну, зрачок расширялся, осужался. Понимали, что задели заживую, и он к этому имеет отношение. Тот, которого допрашивают. Ну, вот мы с вами сидим, софиты светят в глаза, глаза открыты. Со всех сторон. Вопросы задают, да. Следите за реакцией зрачков. То есть, все же этот видеоролик можно будет смело отнести к разряду видеороликов расследований? Ну, следствию, да. Вопрос. Свидетель. Да. Ну, в принципе. В принципе. Вот это, да, пожалуйста. Смотрите. Спасибо. А что у нас получается? Вот у нас есть электромагнитная система двигателя. От расстояния, от центра оси до поверхности, это габарит. Ну, естественно, что это потом в корпусе, и так далее. Ну, то есть, он будет больше, чем готовый изделие. И вот, в принципе, наборы пластин, одну пластинку, там, дайте, да, любую. Ну, состоит вот из таких пластин. Набор. Подобный полмиллиметра, там, ну, в зависимости от задачи. Вот у нас получается, что двигатель вот какого-то габарита. Допустим, сотый габарита. И маркируется он, допустим, АИР, асинхронный, интернациональный русский, Россия, АИР. Были 4А, там, 2А, это вот АИР двигатель. Ну, допустим, АИР-100. Что значит? Буквенную аббревиатуру мы разъяснили с вами. Разобрались. Высота в ажесчете, допустим, 100 миллиметров. А дальше, дальше, после этого идет буква А, там, Б, С, М, Л. Эта буква обозначает вот длину пакета, вот это, сколько здесь пластин набрали. Пакет статора получается? Да, пакет статора и ротора, соответственно. Но при этом высота одна и та же. Но может отличаться набором, пакетом. А высота считается от, ну, вместе с корпусом? С корпусом, конечно, с корпусом. Ну, это просто для наглядности мы взяли. Так вот, тут же лежало. Вот, и дальше идет, указывается, там, А, Р, 100, Л, допустим, самый большой, Л, 2. Это значит двухполюсный. Л, 4, Л, 6, Л, 8. И получается, что вот у нас двигатель, там, имеет определенное количество пазов. Вот мы видим пазы. Статора, да? На этих пазах можно выполнить машину как двухполюсный, так и четырехполюсный. Ну, разный. Для другого соотношения пазов, когда больше пазов, там, можем больше полюсности сделать. Но самое главное, что в одном и том же габарите, используя одну и ту же пластину, мы можем сделать целый ряд электрических машин. Ну, практически с одного штампа разных двигателей. То есть разные за счет обмотки? За счет того, что в этих пазах мы разные обмотки размещаем, и за счет того, что мы варьируем длину. Ну, целый набор двигателей можем сделать. Но пластины-то одна и та же. Соответственно, и оснастка для производства, и все это должно быть. Ну, отличаться не будет, скажем так. Ну, особо не отличаться. Минимально. Вот это позволяет, используя один габарит, разработать, провести окры целого ряда двигателей на одной пластине. То есть, фактически, создав одну пластину, мы можем сделать порядка, допустим, пяти двигателей разных, с разным назначением, в разных исполнениях. И все это будет каждый окр. Потому что длина у нас А, В, М, С, Н, пять. Еще, как минимум, допустим, два, четыре полюса. Четыре, шесть полюсов. Ну, чем и пользуется. Значит, это десять. То есть, фактически, исполнений может быть очень много, и каждое исполнение – это отдельный окр. Ну, это отдельный двигатель. Вот. Но по правилам коммерции нет смысла продавать то, что у тебя там на будущее, когда можно продавать то, что уже сейчас есть. Поэтому мы сделали что? Мы взяли стандартный двигатель, стандартные пакеты. Для них создали электронную модель. Для каждого двигателя, для каждой пластины, создали электронную модель и создали схемы. Ну, короче, двигатель, модель, электронную модель, двигателя каждый исполнял. Десять. А электронная модель – это что в своей сути? Это сама обмотка? Нет, это модель, которая потом может обрабатываться с помощью специальных программ, таких как ANSIS, MAXWELL. И мы можем смоделировать все процессы, происходящие в двигателе. И получить результаты, характеристики тендаря. Поэтому мы взяли, закупили ряд двигателей от разных производителей. Как говорится, каждые твари по паре. Как Господь. Когда этот самый спасал, он взял каждую твари по паре. Ну, и вот мы взяли каждую машину электрическую, вращающуюся по паре. Вот. И сняли с них характеристики на стенде. Почему без стенда нельзя было эти работы сделать, выполнить. Поэтому мы сняли характеристики те, которые у них есть. Сравнили, насколько они отличаются. Ну, насколько попадают. И каковы же характеристики двигателя от разных производителей. Потом мы взяли и вот эти электронные модели отработали таким образом, чтобы их параметры в электронной модели и в реальном двигателе практически не отличались. Ну, и, насколько я понимаю, это тоже непростая задача. Ведь не каждая электронная модель будет соответствовать, собственно, расчетам в железе. Да. Ну, западные компании сейчас делают из задачи параметрики, они берут, не заморачиваясь. Мощные компьютеры грузят туда и потом начинают менять какие-то параметры взаимосвязанные. Они потом берут, смотрят там, где самые лучшие параметры, ну, то и применяют. Абсолютно не задумываются. Чисто такой механический способ. Мы же сделали электронные модели, которые полностью практически, ну, естественно, с определенной погрешностью, соответствуют реальным двигателям. Потом в этой модели, в этих моделях мы меняем обмотки на совмещенные. И так как в совмещенных обмотках для каждого сочетания паз, пазов, статора, числа пар полюсов существует несколько вариантов обмоток, мы, естественно, из них отобрали те, которые для данного габарита, для данного железа пропорции дают максимальный результат. То есть, простыми словами, если мы говорим о модернизационном потенциале двигателя уже существующего, скажем так, перемотать его на славянку одним вариантом и другим – это не одно и то же. Есть оптимальное решение, которое даст максимальный результат. Ну, можно просто пересчитать, можно механически, но не факт, что вот этот двигатель, исходные данные обмоточные позволяют использовать максимальные параметры, выдавить с него максимальные параметры. Поэтому он был каким-то образом спроектирован, рассчитан, там получили обмоточные данные, но не факт, что это позволило максимального использования. Поэтому, когда мы меняем обмотку уже в электронной модели, мы добиваемся как раз получения максимальных параметров от двигателя и потом делаем его в железо. То есть, имеется в виду, мы можем менять пазы, их форму? Нет, мы форму пазов не трогаем, железо вот оно. Мы варьируем обмоточные данные. Серьезно? Расположение потом, выполняем этот двигатель в железо, снимаем с него опять параметры. И смотрим, насколько они соответствуют в расчёте. Ну, как правило, с точностью до 10% мы получили. Ну, в принципе, вот так делается гель. Я прошу прощения, с точностью до 10%, 10% это погрешность? Это разбежность между результатами фактическими и то, что было получено на электронном модели. Ну, что интересно, мы проделали эту работу с двигателем не от одного производителя, а от целого ряда производителей. Поэтому это была большая опытно-конструкторская работа, потому что вот, представьте, проделать одно и то же целым рядом машин, которые произведены в разных условиях, на разных заводах, с разными технологическими особенностями техпроцесса и так далее. При этом мы обмотки ставили максимально приближенные к механизированным способам, потому что намотка механизирована, укладка, сборка схемы. Все максимально приближена к технологиям, применяемым при серийном производстве. И это достаточно большой объем, потому что машин очень много. И там большую роль играла именно подготовка электронных моделей. Очень объемная работа. Во-первых, разработка электронных моделей, потом отладка их, а потом обсчет. Получение всей этой картины, получение всей характеристики, потом изготовление, потом стендовое испытание. Без стенда сделать работу невозможно. Насколько я понимаю, это же задача не для одного человека, и даже, я бы сказал, не для одного отдела. То есть, фактически, это очень объемный труд, который для того, чтобы выполнить, нужно иметь определенные мощности, которые, собственно, и были созданы на арендуемой площади. Потому что, если мы говорим о 46 округ, и если от 5 производителей двигателя... Разный габарит. Нет, я имею в виду один и тот же габарит. Один и тот же и 5. Ну да, но от 5 производителей. Ну да, с опытными-то образцами. Это 230 машин, а учитывая то, что они по паре, это 460, ну цифры уже приобретают совершенно другой порядок, абсолютно другой порядок. И все эти работы ведутся, плюс ко всему, продолжают вестись, плюс ко всему, вот эти работы, под результат, нужно дать не просто отчет, что сказали, вы получили это, документацию. Документация. Документация, это протокол испытаний и все... Чертежи. Чертежи еще. Документация, спецификация, много-много другое. И надо понимать, что делать и повторять эти работы, вот, или модели двигателей, тупо меняя обмотки, ну, это не перспективно. Поэтому там применялись еще дополнительные решения, которые повышают технологичность изготовления этой машины, ну и позволяют получить снижение себестоимости электрической машины. И при этом же еще оценивается экономическая составляющая, вот, определяется не на словах, не на эфемерном, как прикидках, там, среднем потолочке, а определяем реальную себестоимость. И определяем те объемы, начиная с которых производство данной модели двигателя, или данного двигателя, выгодно, экономическое выгодно, проверяется и экономика. Поэтому идет комплексная проверка. И это достаточно так серьезная, серьезная, очень серьезная работа. Это вот первый этап. Вот, поэтому эта работа охватывает очень много всевозможных направлений, как от железа, так и цифры, экономика. И для ее осуществления требуется участие специалистов разного профиля, из разных отраслей знаний. Это не чисто техническая работа, когда можно посадить инженера-конструктора, он тебе сделает. Далеко не так. И что еще? Специфик. В результате проведения этой работы мы, в принципе, провели целое следствие. И следствие нас вывело на то, что подавляющее большинство двигателей выпускаются в Китае. Целый ряд двигателей приходят, новых двигателей приходят от производителя уже негодные. Ну, это как анекдоты. Хохоу пришел на кладбище, похороны, друга еврея хоронят. Ну, и ставят монумент ему там, что родился в таком году, умер в таком-то даду, да-то все. Понятно. А тут смотрят, не понимают. Говорят, а это что? А что тут не так? Ну, вот написано, что вот ему же умер-то 105 лет, а прожил три года. Как-то. Говорят, ну, понимаешь, в чем дело. Вот он родился. То есть это пока маленький был, потом ясли, потом детский сад, потом школа, потом институт, потом служба армии, потом женился, детей выросли и так далее. Ну, вот, ага, все остальное. Потом три года пожил, потом болел, ну, потом. Вот стоял, подумал, подумал. Сын окликнул, сынка, уходи сюда. Вот подходит, еще, батька, сынка, вот как помру, напишите мне вот на цветы, родился мертвым. Так вот, многие двигатели, они были рождены уже мертвыми. Вот, потому что, это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. И когда мы вышли на этих производителей, спрашивали, ну, странно, у вас же делается вот великолепный двигатель, ну, китайский. Говорят, да. А это что? Говорят, ну, что заказали, то есть сделали. Говорят, как? Говорят, ну-ка, ну, ну, как, вот это мы делаем. А вот русские пришли, говорят, а нам сталь подешевле, провод подешевле, это подешевле, это подешевле. Мы сделали, что хотели. То есть, фактически, китайское качество в данный момент оказалось русским фольклором? Нет, китайцы, оказывается, что делают то, что закажешь. Закажешь с высоким качеством? Да, сделать, но цена будет другая. И мы выявили, что есть производители в России, которые, ну, в принципе, производителями сложно назвать, хотя бренды, бренд советский, но их скорее можно назвать поставщиками китайских двигателей, у которых двигатели приличного качества. Вот, и поэтому работа, которая проведена была в рамках ОКРА, включала в себя и поиск поставщиков доноров, на основе которых можно применять эту технологию. Потому что, ну, бессмысленно, нет смысла, допустим, делать неперепроектированные машины, электричные, и при их производстве запускать производство один в один такого же статора, ротора и так далее. Это бессмысленно. И на первых этапах, пока мы будем создавать базу, там пока строить, мы уже можем приступить к изготовлению опытных партий на базе стандартных пакетов железа. Поэтому нам пришлось провести целое следствие, для того, чтобы выявить, кто же сможет, поставлять нам железо с нужным качеством. С кем можем вести эти взаимоотношения. Вот, ну, теперь другой этап. Нужно выстроить эти взаимоотношения. И надо понимать еще одну вещь, что мы не в состоянии будем освоить выпуск опытных партий, двигателей, там, всех габаритов, всех размеров. И на все числа пар, полюсов, там, длин и так далее. Поэтому мы в рамках существующих возможностей наших сможем только определенное количество, определенное габарит, и на определенное число пар полюсов делать. И делать мы начнем после того, как к нам поступит оборудование для производства с применением тех технологий, которые на сегодняшний день применяются при серийном производстве. А вы же знаете, что это оборудование изготовлено, и сейчас проходит тестирование, опытную эксплуатацию в Китае. И уже близок час отгрузки. То есть, фактически, это то оборудование, о котором мы рассказывали, ну, скажем так, от Виктора Аристова. Да. Это тоже своя такая вот часть работы, которая находилась за кадром всегда. И которая не видна, но, тем не менее, это большой объем работы и солидный пласт. Сейчас, потому что, допустим, про это расследование, которое мы проводили, следствие вели колобки, да, мы же об этом не рассказывали никогда. И поэтому понимание окра, окра чисто с технической точки зрения, как привыкли понимать, и окра связано с построением будущего бизнеса, вот эти вот понимания несколько разнятся. Потому что классическая, ортодоксальная наука, ты должен вот сделать это и на этом закончить. В результате результат получается, что это никому нафиг не нужно, потому что заключение сделали, тот же Рогозин пришел к заключению, что в свое время нагнули оборонную отрасль и заставили выпускать продукцию гражданского назначения. А сейчас оказалось, как выявилось, что подавляющее большинство этой продукции никому даром не нужно. И что результат. Поэтому мы должны были подтвердиться не только в том, что мы технически осуществим и получим вот эти вот параметры, всю документацию сделали, проверили по этой документации, сделали, что в этой документации нет ошибок, что она применима, реализуема, все это получили. Но еще и понимание, зачем это надо. Зачем это надо. То есть все-таки сфера инноваций, научная, можно так назвать, подобную деятельность, которой мы занимаемся, но в первую очередь это бизнес. Бизнес. И вот сейчас последние новости, которые пришли, что против руководителя проекта ЗЭТа Щуровского возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты. А мы буквально с вами обсуждали ошибки, которые возникают, и они возникают по какой причине? Потому что выстроены такие модели взаимоотношений при получении инвестиций, грантов и так далее, что невозможно реализовать проект. И те, которые инициируют эти процессы, порой не понимают тех ограничений, которые наложены. Потому что мы вот говорим это не голословно. У нас есть опыт, и мы делали мотор-колесо для инвалидной коляски, помните? Есть известная такая вещь, и мы получили деньги, грант, собственно говоря, на реализацию. Мы попробовали взаимоотношения с фондом Бортника. Ну, они же правила приблизительно одинаковые. И на собственной шкуре ощутили, когда это туда нельзя, это сюда нельзя, это не так, это никак и так далее. И поэтому у нас нет иллюзии насчет того, как можно использовать средства гранта, финансирования, венчурных финансирований со стороны всевозможных фондов, и какие существуют ограничения. И поэтому мы знаем, что если это инвестиции, то у них тоже есть ограничения. И это надо учитывать. И поэтому, когда, допустим, тот же Минпромтор помог проекту ЗЭТ, я не думаю, что они до конца понимали, что эти деньги нельзя использовать для погашения задолженности по заработной плате. Их нельзя. Хотя, если логически взглянуть на эту ситуацию, если компания не имеет еще, скажем так, прибыли, она еще не произвела продукты, не продала его, то а с чего, собственно, платить зарплату? Ну, там есть еще ограничение такого плана, что если ты эти деньги принимаешь, то у тебя зарплата тех-то, тех-то должны быть не более того-того требованы. То есть некоторые уровни? Абсолютно там все, все зарегулировано. И поэтому ты не вора там распоряжаться. И поэтому процентов 98, что ты попадешь в такую же ситуацию. И в такие же ситуации попадали и другие проекты. Мне очень обидно и досадно, конечно, что этот проект попал в такую ситуацию. Я бы желал ребятам все-таки успеха больше, чем чему-либо. Заслуживают это. Потому что я уже не один раз повторял, что любой неудачный проект, он оставляет все меньше и меньше надежд на то, что люди будут позитивно воспринимать и как-то участвовать в этом и верить в это. Потому что задача вот этой выстроенной системы как раз убить веру во все это дело. Убить веру. И вот тут что можно сказать. Мы в свое время провели разведку боем, пощупали, посмотрели. И прежде чем двигать основные силы, мы попробуем все это. И вот когда пытаешься сделать какой-то проект, нельзя кидаться, очертя голову. Сразу. Но. Но. Кинулись. Хотелось. Поэтому я полагаю, что при реализации любого проекта, либо ты должен иметь уже опыт, либо ты должен привлекать, нужно, вернее, привлекать проект, хотя бы как консультантор тех людей, которые имеют опыт. И нельзя действовать по принципу, мы тебя услышали, но сделаем по-своему. Это очень шлеват и это очень опасно. Ну, естественно, проблема, что найти специалистов, которые бы имели компетенцию такую, и еще были специалистами в том направлении, которое развивается. Более того, ну, никто не захочет рассказывать, вот даже в таком объеме, как мы рассказываем, о тех проблемах и сложностях, которые возникают. Мы сейчас рассказали, допустим, про двигатели, про сложности, которые возникают, не называя фамилии, имена, пароля и явок. Но, тем не менее, мы все это проанализировали. Почему? Потому что мы знали, что эту работу надо сделать. И если бы не знали, то, как говорится, с разгоном можно и в бетонный столб влететь. Лучше знать, где он стоит. Да, ощущения неисприятны при, так сказать, стыковке. И сейчас мы уже понимаем, с кем нам взаимодействовать, как взаимодействовать. И сейчас отрабатываем варианты взаимодействия. Как выстроить взаимодействие как с поставщиками, так и с потребителем продукции. То есть, все же я не могу сейчас этого не сказать. В финальной точке, когда мы, скажем так, осуществим реализацию проекта, и нас спросят, а как вы смогли это сделать? У вас, наверное, была какая-то тактика. Мы сможем смело ответить, у нас была какая-то тактика, и мы ее придерживались. Ну, и стратегия, и тактика. У нас все это присутствовало. Ну, и понятно, что, ввязываясь с любого дураку, ты исходишь из той ситуации, которая сложилась. Но в процессе все это разваливается на определенные куски, на определенные события, и нужно оперативно реагировать на вызовы. И никогда не полагаться, что ты имеешь какие-то преимущества, и тебя ждет успех. Нет. Ты еще не знаешь, что противник может приготовить, так что у него законодательный власть в руках. Он может изменить. Да, и тоже имеется тактика. И там же может быть, как в басне Крылова «Волк и огненок», а виноват лишь тем, что хочется мне кушать, сказал, и влез «Огненка» по волоку. Ведь сейчас же законодательных инициаций много. Сейчас в результате блэкаута нехватка средств. Ну, придумают, как, где деньги поиметь. Хотя я, в принципе, готов посоветовать, что сделать. Хорошие деньги можно поиметь. Очень просто, не трогая население. По 90-м годам, когда приезжал, выезжаешь в Москву, ну, там эти перетяжки, баннеры, все, в Москве была завешена дерьмом. И такое впечатление, что ты попал куда-то в Вашингтон, в Лондон. Русского не было. Вот я сейчас бы советовал ввести налог на латиницу. Или на другие слова, кроме кириллица. За главных букв в 10 раз больше, там это поменьше. Меньше, хочешь испортить, да, ради бога, на именованиях, на званиях. Если ты LG, ну, пожалуйста, LG, ну, за две буквы заплати. С каждого аппарата, который ты продаешь. Где он начертан. По копеечке. Ну, по какой-то. Ну, вывеска, там, свой тариф на продукцию. Я думаю, быстренько поменяют. Не уйдут они с российского рынка. Они вообще выжили за счет того, чтобы развалили Советский Союз, и вы вышли на этот рынок. Да. А не надо там эту самую прогрессивную шкалу, и не надо там эти другие выдумки. Денег будет. Хватит. Ну, и вывески, даже если начнут вывески демонтировать, так это же рабочие места, материалы, да это же клондай. Ну, долгие годы вперед. Ну, я так думаю, что платить не захотят, а в течение пару лет. Да. Ну, а мы как раз неприятность не тут переживем. А вы там что-нибудь еще придумали. Это, как Петр Первый сидел, тоже денег не хватает, там, говорит, а давай на дымы, на бороду, ну, ввели там, на дымы, говорит, а вы еще на что-нибудь. А, кто-то Менщиков предложил, по-моему. Говорит, а давай на кляузы этот, как? Ну, что писали, на гербовые. Хочешь кляузы? Ну, покупай бумагу и пиши. А этот, говорит, а если что-то стоящее, стоящее на простой. За неимением герба, пиши, ты на простой, после этого повелось. А, кстати, откуда это пошло? Это надо было ангела на соборе поменять. И один взялся за награду, поднял, поставил. Говорит, ну, что тебе деньги? А, говорит, пропью. Пропьешь, ну, тогда грамоту тебе, чтобы в каждом кабаке продавали. Говорит, и грамоту пропью. Петр сказал, клеймо ему. Он в каждый кабак заходит, ему чарку подают, если трезвый. Он показывал. И клеймо как раз на этом месте. Да, наливали, да. Поставили клеймо, поэтому вот отсюда и пошел этот жест. Поэтому везде что-то есть. И поэтому, если мы смотрим на жизнь, на какие-то проявления, они же не случайны. Они появляются, исходя из определенных ситуаций. И все наши действия должны исходить из реальных ситуаций, из реальных вызовов, им соответствовать. И должны быть адекватны. И не надо никаких фантазий в отношении того, что мы тут можем осчастливить человечество, либо что-то сделать. Нет. Нет. И надо понимать, что с другой стороны океана и по-западному рубежу нет наших партнеров, друзей, коллег. Да нет. Бизнес он не подразумевает. Там есть временные союзы, временные партнерства, взаимовыгодные. И, как говорится, будешь союзиком тогда, когда ты его держишь за кады. Когда ты крепко его ухватил, он тебе друг, товарищи, брат. Но только схватку ослабишь, он тебе лопьется. Поэтому и действовать надо, исходя из этого. И планы строить, исходя из этого, что пока за глотку не возьмешь, у тебя не будет партнера. И надо понимать, что каждый чиновник, который находится, он находится на своем рабочем месте. И чем меньше возмущающих факторов, тем ему лучше. И каждый из нас точно так же бы поступал. Что чем меньше меня дергать, тем не хорошо. Но зачем мне приходят какие-то там, создают мне работу. Действительно. И так же и в коллективах. Если ты не будешь периодически дергать, волны не будут идти, там болото покроются резко, все погибнет. Поэтому и нам надо исходить из всего этого. Поэтому и работы ведутся. Готовимся, ведь невозможно построить здание и сказать, вот мы построим, пооснастим лабораторию, а потом двинемся. А потом кого ты туда заведешь, какие техпроцессы и так далее. Это должно плавно перерасти из дня сегодняшнего в завтрашний и послезавтрашний. И мы должны войти на новые площади, построенные уже с теми работами, которые можно будет реализовать только с использованием этих площадей. А к этому надо готовиться. Фактически, если вернуться к началу разговора, то раз каждый тварь по паре, то и ковчегам нужен. А без него нет. И все вот это плавно вытекает, поэтому работы начали. Сейчас в 46-х, потом будет, каждый днем их нарастает количество. Какие-то работы будут приостановлены, потому что, ну, уже ясно, понятно, что есть некоторые габариты двигателя, размеры и конструкции, которые могут стать рентабельны только при очень больших объемах производства. И поэтому надо понимать области их применения. И то, что там рынок совершенно другой. Есть специфические двигатели, которые имеют специализированный корпус, специализированное применение. Вот как этот двигатель. Поэтому там нужно специально переговорить, потому что это не массовый продукт, который можно применять практически на любом предприятии. В качестве вентилятора, насоса и так далее. Ну, это вот двигатели устраиваемого электроинструмента, это надо с конкретным предприятием говорить. А с ними же разговаривать, что вот у меня есть идея. Нет. Он вопрос задает, ты имеешь возможность поставлять на эти двигатели в таких-то объемах? У тебя есть заключение? Да, на тесты посмотрим. Давай разговариваем. Потому что никто из них не рискнет выпустить на рынок новую модель в гигантских объемах, не проверяю. Ну, это глупость. Так нельзя делать. Да, и поэтому строить иллюзию, что они прибегут к нам с распростертыми объятиями, да чушь. Вот. Абсолютно чушь. А для этого что? Ну, необходимо сказать, у меня есть конструкция, у меня есть испытанные. И люди хотят их иметь, и есть производство. И поэтому тут вопрос о том, что, а вот если этот проект закончится, а что будет дальше? А дальше будет производство. И дальше нужно будет инвестиции для чего? Для производства. Поэтому, да, вначале надо доделать одно, потом другое. Но в то же время надо к этому готовиться. Вот. Мы с вами вкратце и расследовали ситуацию с неокрами и окрами. Действительно. Видео, которое не обещало быть расследованием, оказалось и следствием, и расследованием. Ну, да. И поэтому мы с вами показали, зачем нужна лаборатория, зачем нужен конструкторский отдел на этом этапе, зачем нужна плановая экономическая служба, помимо стройки, чтобы другие задачи стоят еще, тоже очень серьезные. И так далее. Поэтому вот из всего этого должно быть понимание, что все службы, которые созданы, они работают и не сидят на месте. И не сидят. И когда придет оборудование, я надеюсь, что мы уже в этом году увидим первые установочные партии машин электрических вращающихся, совмещенными мотками с лавянкой. Будем ждать этого дня с нетерпением. И все, больше не встречаемся, пока не запустим. До свидания. Нет, чутка, конечно. Спасибо за вопрос. Ответ получился длинный, но он того стоил, наверное. Всем спасибо. До свидания. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok